Русские сказки Ничего не нравилось Ничто не было достаточно хорошим для нее Смотри, что отец тебе подарил новенькое платье Какой ужасный цвет И у него нет кисточек, ни бантов, ни лент Знаешь, какое красивое золотое платье Лора купила на днях? Ты никогда не даришь мне ничего хорошего Летисия, это твой новый пенал С новыми карандашами и даже ручкой с чернилами Коробка выглядит такой старой и простой Не чернилица недостаточно большая А карандаши Макса намного лучше этих На них нарисованы человечки Мало того, что она жаловалась на то, что у нее было Она также жаловалась на то, что ей приходилось делать Летисия, ты прошла главы истории Которые я просил тебя прочитать Я не люблю историю Летисия, иди сюда Я научу тебя печь сливовый пирог Ты же знаешь, мам Я не люблю готовить Стоять в этой жаркой кухне Перед горячей духовкой Не мое хобби Кроме того, сливовый пирог Действительно не то, что мне нравится Ме-е-е Может быть, тирамису? Но было кое-что, что Летисия любила делать Она любила стоять перед зеленой дверью Видите, в северной стене сада была маленькая зеленая дверь Дверь была такой крошечной, что взрослому пришлось бы очень низко нагнуться, чтобы войти Но она всегда была заперта Летисии очень хотелось зайти внутрь и посмотреть, что там по ту сторону двери А она делала все возможное, чтобы убедить родителей позволить ей открыть дверь Летисия, где ты была? Мама, позволь мне открыть ту зеленую дверь Летисия, мы обсуждали это миллион раз Ты не можешь войти, потому что так лучше, чтобы ты никогда не заходила туда А теперь заканчивай завтрак и помоги мне прибраться на чердаке Для разнообразия в тот день она пошла помогать матери Пока они рылись в старом шкафу, нашли старый альбом Мать открыла его Мама, кто эти все люди с дедушкой и бабушкой? Это твой прадед и прапрадедушка Джон Хопкинс Это его жена Мария Хопкинс А это его дочь Пегги Хопкинс, твоя двоюродная прабабушка Когда ее мать просматривала альбом, Летисия заметила любопытную коробку Она открыла ее Внутри лежал ключ, перевязанный зеленой ленточкой Мама, что это за ключ? Это просто очень старый ключ Положи его обратно А теперь иди играть Летисия не могла перестать думать о ключе Может быть, это ключ от зеленой двери? Чем больше она думала об этом, тем больше ей хотелось попробовать ставить ключ в дверь Однажды в воскресенье ей предоставилась такая возможность Летисия, мы выходим Оставайся дома и заканчивай домашнюю работу Я вернусь и проверю Как только родители уехали, она взяла с чердака старый ключ и побежала с ним в сад Она осторожно вставила ключ в замок и повернула его Дверь открылась и Летисия вошла Но что это было? Это была не комната, это был лес Огромный, густой, густой лес Она обернулась, но зад ней не было двери Где? Где? Куда? Я попала? Боже мой! Дверь! Где дверь? Когда она услышала вой волков и лев и львов То так испугалась, что побежала Ну, чтобы спастись, сама не зная, куда бежит Вдруг из леса кто-то схватил ее, посадил на лошадь и ускакал Иди сюда, дитя! Здесь ты будешь в безопасности О, боже! Ты, должно быть, так замерзла! Иди, посиди у огня Я нашел ее бегущей в лесу! Волчья стая была где-то поблизости! Боже, как они выли! О, бедняжка! Должно быть, она так напугана Пегги Отведи ее в свою комнату и дай ей платье Летисия была в оцепенении Она продолжала смотреть на семью В них было что-то действительно любопытное Летисия не могла понять, в чем дело А потом ее осенило Это были ее прапрадедушка А леди Мария была его женой А маленькая девочка Пегги была ее двоюродной прапрабабушкой Что происходит? Неужели зеленая дверь перевела ее в прошлое семьи? О, боже мой! Неужели? Пока она была погружена в свои мысли Прабабушка с улыбкой подарила ей простое платье Мне не нравится это платье Оно слишком скучное и слишком большое Что значит слишком скучное? Я нахожу твое платье слишком вычурным Если ты хочешь остаться здесь, тебе придется одеваться именно так И надень Вот эти вот туфли Эти? Они деревянные! Разве у тебя нет мягкой кожи, резины или атласа? Что? Ты говоришь странные вещи О чем ты вообще говоришь? А теперь одевайся и спускайся, а то мама рассердится У нее не было другого выбора, кроме как надеть это слишком большое Плохо сидящее платье И как же болели ее ноги, когда она носила эти деревянные башмаки Что это еще такое? О, это кукурузная каша Разве ты не узнаешь ее? Но мне... Мне она не нравится Ну, это все, что ты здесь получишь Твое дело, будешь ты есть или нет А после обеда вам, девочки, лучше заняться придением И ты тоже? Ну, я не умею прясть Ты не умеешь прясть? Неужели ты ничему не научилась в этой жизни, Пеги? Покажи, как прясть Да, мама И Летисию научили прясть пряжу и шить себе одежду Потом в огромных каменных кухнях на печи с пылающим огнем готовили еду Летисии становилось жарко и душно Кроме того, они должны были сами убирать и стирать О, как она скучала по дому Как тасковала по тем же капустным щам Которые ненавидела И по тем же платьям, которые презирала Однажды, когда она убиралась на чердаке дома То нашла любопытную коробку Точно такую же, как у нее дома Она открыла ее и увидела такой же ключ с зеленой лентой Что это? Это открывать зеленую дверь? Может быть, в северной стене дома есть дверь? Наши родители запретили мне когда-либо открывать ее Вот я и не открываю Девочки, спускайтесь на ужин Идем Ну, мы с твоим отцом едем к Венделлам Сиди дома и веди себя хорошо Девочки снова сидели и пряли Когда раздался стук в дверь Летисия была потрясена Увидев, что это Джек Пибоди Мальчик, живущий по соседству от ее родного дома Да Наших родителей нет дома Извините, я заблудился в лесу Уже темнеет И я увидел стаю волков Вы не возражаете, если я на некоторое время побуду здесь? Я тебя здесь не видела Я живу в десяти милях отсюда с Карингтонами Я услышал волков, побежал в лес и заблудился О, мы знаем Карингтонов, с которыми познакомились в прошлое Рождество Ну ладно, заходи Спасибо Можно мне попить воды? Конечно, можно Так ты, Летисия, моя соседка А ты, Джек Пибоди Как ты сюда попал? Через книгу Зеленую книгу с замком Книгу? С замком? Я попала сюда через зеленую дверь На которой тоже был замок Я приземлился в доме моего прапрапрадеда Несколько месяцев назад Я тоже оказалась в доме моего прапрадеда Уже несколько месяцев Пока я был здесь, я работал больше, чем когда-либо в своей жизни И я тоже Мои руки болят от всей этой работы Я никогда не делала и третье всего этого дома Оказывается, мы принимали свою жизнь задолженные Как я хочу вернуться? Знаешь, я видел книгу, похожую на ту, что я видел дома С таким же замком Я намерен ее открыть Есть ли здесь такая же зеленая дверь? Да В ту ночь Летисия прокралась на чердак Взяла ключ Подбежала к северной стене снаружи дома И нашла дверь Дрожащими руками она открыла замок И вошла в свой дом Она выбежала в сад Мама, отец, я вернулась, я вернулась Откуда? И она призналась им во всем своем приключении Тогда все было так трудно сделать и получить Увидев те времена, я никогда, никогда больше ни на что не буду жаловаться Я люблю капустные щи И, о, папа, мне очень нравится платье, которое ты мне подарила Я буду учиться, учиться, учиться И писать самым аккуратным почерком своими новенькими карандашами Мне так жаль, что я причинила вам такую боль И прости, что ослушалась тебе и открыла зеленую дверь Я думаю, ты сама напросилась Когда мы не уважаем то, что имеем Жизнь учит нас горьким опытом Ну, подожди-ка секундочку Я была там несколько месяцев И все же возвращаюсь домой в тот же день В прошлом время движется гораздо быстрее, чем в настоящем, моя дорогая То, что было несколькими месяцами в прошлом Всего лишь пара часов в настоящем А потом на подъездной дорожке промчалась еще одна машина И оттуда вышли мистер и миссис Пибоди с сыном Джеком Пибоди Джек увидел Летисию, и Летисия увидела Джека Они подмигнули друг другу А если бы они поделились этой великой тайной с другими Как вы думаете, кто-нибудь поверил ли бы им?